На время реконструкции по улице Ленина нагрузка на транспортные артерии перераспределилась. Полтора года автомобилисты ездили по улице Меньшикова. В итоге песчаное дорожное полотно пришло в полную негодность. О том, какое решение проблемы, нашли парламентарии в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Проблемы неровности дороги по улице Меньшикова начались еще около 30 лет назад. Весенний-осенний период они особенно заметны, ведь лужи здесь превращаются в моря. Пройти даже в резиновых сапогах бывает невозможно. Растерянные жители микрорайона в 2015 году решили обратиться за помощью к Анне Булатовой. В то время активистка еще не была депутатом, но за проблемный вопрос взялась кардинально. В результате проблему удалось решить – засыпали гравий. Однако прослужила такая дорога недолго. В 2018 году во время работ по замене труб гравий был убран и впоследствии не распределен обратно. Тогда вновь разбитое полотно стало доставлять большие неудобства жителям микрорайона. Весной мы тонем, по лужам бродим, зимой нас заваливают снегом вон туда, к гаражам не выползти, не выбраться, по уши в снегу тонем. А летом мы по песку вот так надо одевать сапоги, чтобы пройти песок, сплошной песок. Ситуация усугубилась в 2019 году, когда ввели временное ограничение на дороге по улице Ленина. Тогда автомобилисты стали объезжать перекрытый участок главной дороги, все больше разбивая дорожное полотно. Инициатива давно уже назрела, потому что здесь люди ждут какой-то тротуарной дороги больше 30 лет. Как видите, центр города практически и совершенно неприемлемо было стоять дорожного полотна. Люди ходили по разбитой дороге, которая постоянно сбивалась с машинами. Это и безопасность, и комфорт, и просто, наверное, какой-то элемент удобства. Ну и потом, вы видите, что в этом году заканчивалась реконструкция дороги на Ленина. И мы весь год использовали эту дорогу для того, чтобы подъехать к детскому садику, чтобы создаваться определенной проблемой, усиливая нагрузку на дорогу. Поэтому, наверное, все-таки тротуарец перезрел. Не оставляя попыток добиться качественного дорожного полотна, жители неоднократно обращались к депутатам за помощью, а те, в свою очередь, в администрацию города. В прошлом году мы поднимали этот вопрос. И большое спасибо, конечно, что нас услышали, обращались к нам жители, а мы, в свою очередь, обратились в администрацию города за помощью и оказали нам должное внимание, не только нам, но и жителям. Работы начались еще в прошлый четверг. Разровняли дорожное полотно, выгрузили плиты, убрали арматуры и забор. А сегодня по улице Меньшикова прокладывают тротуары с плит. Мы детей вырастили, здесь с колясками не пройти было, не пройти, потому что зимой снегу столько, а тут вот по колено, я говорю, ну как в Сахаре живем. А сейчас, знаете, что мы как увидели плиты, надо же, как же хорошо, ведь мамочкам с колясками было не пройти, и там не пройти, вот там, там, потому что арматура, вот строили детский сад, там все вот эти железяки, арматура, все-все-все-все закопали, а сейчас они как вот штыри какие-то, я так не... Вот тут тоже было закопано все, а сейчас, в общем, мы радуемся, мы рады, все идет к лучшему, спасибо. Для укладки плит задействована техника чистого города. Это манипулятор, погрузчики и самосвала для подвоза песка. Тротуар планируют установить вплоть до дома номер 10А по улице Меншикова. Укладка плит, значит, подсыпка прилегающей территории, ну и как в данном месте можно посмотреть, вот, значит, перенос ограждений у многокуртирного жилого дома. Данный проезд по улице Меншикова будет отгрейдирован после выполнения всех видов работ по укладке плит. Все работы по установке и благоустройству данного участка планируют завершить до 15 октября. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.